Все, вопросов больше нет. Бред, сивы, кобылы. А что, что-то не сошлось в тебе в голове, да? Мысль не сошлось. Что не сошлось? У меня ссорится только одно, что вы не то, что лохи. Вы лохи последние. Вообще просто... Здравствуйте, я вас знаю. Привет. Я тебя не знаю. А что-то у вас поменялось, короче, это самое. Что, что поменялось? Ну, приоритет такой сказать. Приоритет? Откуда вы знаете мой приоритет? Ну, как откуда? Вы знаете, что такое приоритет? Вы... Ну, как? Ну, как? У вас образ поменялся на фоне заднего. Сразу приоритет просто отпал. То вы были какой-то почтительный гражданин, который просто всасывал мыслями от российских блогеров и все остальное. А тут вы просто какой-то обычный человек. Вы, наверное, специально... А слово приоритет какое к этому имеет отношение? Вы вообще понимаете, что означает приоритет? Вы знаете, понимаете? Ваш приоритет в менталитетности поменялся на фоне образа. Приоритет в менталитетности. А вас сейчас сколько смотрят? Нисколько. Я не настримую. Нисколько? Просто записываю. Я просто записываю, да. Я не настримую. И медведя загнал. Слушай, сними эту игрушку. Она ужасно тебя делает глупым. Она тебя глупым делает. Я буду смотреть ваши сбербанковские, так сказать, счета. ВТБ там что-то у вас есть. Сбербанковские счета? У нас приват, приватбанк. Приватбанк. Сбербанк не хотел тебя огорчать? Это Россия. Сколько вам чего, того, как бы... А, это ты себе лишнюю хромосому на лоб налепил? Я увижу все. Я увижу все. Вплоть до отпечатка на вашей ложке языка. Да, да, да. Дайте глаз. Может, окей. Это ты себе лишнюю хромосому налепил, которая есть у россиян, да? Нет. Она вот так выглядит. Сколько хромосом у человека существует? Слушай, я не знал. Я биолог по образованию. Не задавай мне глупые вопросы. Ну вот, биолог. Как биолог, не может знать. Я прекрасно это знаю. Поверь мне, намного лучше тебя. Я знаю, что такое РНК, ДНК. Я тебе могу рассказать и объяснить процесс редупликации, понимаешь? Трансформации. Я тебе все эти процессы могу рассказать, потому что я их преподавал. Но сколько хромосом у человека вы не знаете, да? Почему не знаю? Подождите, а сколько хромосом у украинца, а сколько хромосом у русского? У русского 23, а у нормального человека 22. А мы, короче, это... А ты не знал, сколько хромосом, да, у человека? Мы вежливые люди. Мы там стримим. И просто люди мы оттуда. Можно так сказать. Откуда вы оттуда? Тысячи как минимум сразу же после стрима. А еще мы стримим на мышек, мышек, мышек. На каких мышек? Можете даже видео снять. Мышек вообще мой авторитет. Он не кидает деньги на АСЛО, но он правильно, грамотно распоряжается своими мыслями по поводу вас. И он научился. И он воспрял духом. Не надо читать свой чат. Подождите, ваш чат бесполезен. Потому что мы, русские украинцы, любим украинцев. А вы, хохлы, вы ненавидите украинцев. Вы их не любите. Это все украинцы, мам, пацан, да. Любой. На поле боя. Где-то что-то задействовано. И он скажет, что Россия невиновна. Почему-то виновна украинцам. Ну, ну. Почему? А почему? А потому что у вас хромосома где-то затерялась. У вас лишняя хромосома, чувак. Ну, в общем, вы видели этого клоуна, блин. Ну, не знаю, понимаете. Не знаю, что ему сказать. Значит, я ему ответил на его вопросы. На самом деле, помимо 22 пар хромосом, ну, которые я назвал, да, есть еще, значит, половые хромосомы. Но обычно набор хромосомный, да, человека, это 22 пары. Вот. А у них есть еще 23 специально. Это у них, это у россиян. Вот. Поэтому... И вот она, я первый раз видел проявление, это называется фенотипическое проявление генотипа. Фенотипическое проявление, то есть, внешнее проявление. Вот как она выглядит, 23 пара, вот, ну, если не считать половых хромосом, да, 23 пара хромосом у россиян. Вот она. Оказывается, в виде вот такого пластикового из старой куклы глаза, выковыренного. Ну, вот. Вот такая у них лишняя хромосома, да. Говори. Говорю. Украина? Да. А ты откуда? Уфа, Башкирия. А, Уфа. Знаю такую. Не был никогда в Уфе. Говорят, вроде ничего, город так отстроился, да? Ну, устроил, да. Понятно. Есть у тебя там кто-то из знакомых, родственников, или знакомых-знакомых, кто ушел воевать в Украину? Да, конечно. Много людей ушло? Ну, немного, то есть. А многие вернулись с двухсотами? Это сейчас про смерти, что ли? Да, конечно. В черных мешках, знаешь, когда возвращают, или двухсотами, там, может сказать. Многие... Да, есть такие. Да, есть такие. Есть такие. Ну, вот, слушай, ты хоть честно сказал, а то обычно говорят, да никого, да все живые воюют с вами, и так далее. Зачем люди пытаются замазать глаза другим, а самое главное себе? Вот это непонятно. Не про это вопрос. Я вообще работал в компании и Семенс, ну, сейчас он закрылся в России, поэтому сейчас я пока без работы. Ну, не то, что без работы, я там занимаюсь своим бизнесом, неважно. Вот. Так вот. И меня больше интересует другой вопрос. Дело в том, что я работал в компании Семенс, и мы сотрудничали с Газпромом. У меня очень много знакомых в Газпроме. и совсем буквально вот два дня назад мне звонил знакомый, что-то так разговорились там туда-сюда, ну, о своем житейском у меня там день рождения было. Вот. Сейчас Украина качает газ, ну, точнее, Украина, а через джинный поток качается газ не в себя. То есть, все ресурсы Газпрома, абсолютно все, на полную катушку качают газ через Украину. Это вообще как? Ну, это легко объясни, я могу объяснить. Ага, как объяснить это? Да, легко объясню. А, то есть, ты можешь объяснить то, что, когда фашистская Германия напала на СССР. Поджима, ты хочешь подсказать мне ответ или хочешь мой ответ услышать? СССР качала газ с фашистской Германии. Ты хочешь подсказать мне ответ? Нет, я не хочу подсказать, я хочу узнать, почему такие проститутки, что качаете газ из России, ты же мне не даешь. ты же не даешь ответить. Хорошо, газ из России покупается за деньги, я просто хочу спросить. Нет, ты мне задал вопрос, ты хочешь я на него ответил? Я вопрос, газ из России покупается за деньги? Ты мне задал первый вопрос, я хочу на него ответить. Первый вопрос, газ из России покупается за деньги? Первый вопрос. Хорошо, после этого я тогда тебе начну задавать, это твой вопрос, я отвечаю, и все. Первый вопрос, газ из России покупается за деньги? Кем? Украины. Украина не покупает газ. Украина получает за транзит газа. Покупает газ Европа. То есть Европа платит России за газ, правильно? Да. Хорошо. А Украина получает деньги за транзит этого газа. А Украина его транспортирует, правильно? Да. То есть она транспортирует газ из России, которая на нее напала? Да, да, да. В Европу, да. Которая помогает Украине. Совершенно верно. Ага. То есть Украина транспортирует, получает 10% от транспорта. Я не знаю, сколько она получает. Она получает деньги за то, что она транспортирует газ транзитом в Европу. То есть она миллиардов долларов получает за то, что она транспортирует через Украину, за которую она напала, правильно? Так я понимаю? Да, да, да. Абсолютно правильно. Все, вопросов больше нет. Брети вы кобылы. А что, что-то не сошлось в тебе в голове, да? Мысленно не сошлось. Что не сошлось? Что вы не то, что лохи. Вы лохи последние. Вообще просто лошары последние. Вы готовы, блять, продать последние... Тихо, не ругайся матом. Ты без мата умеешь говорить? Вы даже, блять, не проститутки. Ты без мата умеешь говорить? Я когда проституток снимаю... Хорошо, без мата говори. Они за деньги отдаются. А, ты снимаешь проституток? А вы даже не за деньги. Вы лошары полностью. Ну не ругайся матом. Ну не ругайся матом. Ты можешь не ругаться матом? О, и убежал. А тупое животное. Оно пришло сюда выговориться. Оно пришло оскорбить. И оно пришло в результате убежать. Я мог бы ему все, конечно, объяснить. Почему это делается. И так далее, и так далее. Я не раз-то объяснял. Но он же не хочет этого слушать. Он думает, что я сейчас начну смущаться и говорить. Нет, нет. Украина не получает денег. И тут он меня поймает на лжи. Нет, почему? Я говорю правду. Я могу объяснить, почему это делает. А он этого, естественно, слушать не хочет. Ну, еще один упор, а то ведь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!